Скоро свершится. 27 июля 2018 года в 23 часа 23 минуты москвичи наконец-то смогут увидеть Кровавую Луну. И сегодня я расскажу вам про это явление. Кровавая Луна – это астрологический термин затмения Луны, во время которого она приобретает цвет крови густого красного оттенка. Кровавый оттенок поверхности Луны возникает только во время полых лунных затмений, когда поверхность Луны освещается не Солнцем, а красными рассеянными лучами земной атмосферы. В старину, кстати, очень боялись этого явления. Появление Кровавой Луны предрекало нашествие темных сил. Тогда Луна считалась одушевленным предметом, а ее красный цвет – кровью, полученной в борьбе со зрыми духами. Согласно суевериям, во время Красной Луны запрещалось смотреть на Луну, открывать окна, выходить ночью на улицу, отправляться в дальние поездки, употреблять алкоголь. При игнорировании запретов несчастья могли свалиться не только на этого человека, но и на всю его семью. Если верить общеизвестному мнению, то во время Алой Луны люди становились более раздражительными, злыми, не сдержанными, особенно те, кто был подвержен психическим заболеваниям. Такие люди были полностью неуправляемыми. Однако, такое время считалось подходящим для проведения магических ритуалов. Во время Красной Луны, за какие бы ритуалы вы не взялись, ваша сила и полученный результат приумножался в несколько раз. Но чтобы снизить негативное воздействие на человека во время Кровавой Луны, предки предлагали задобрить спутник. Для этого во двор или на подоконник выставлялся огромный круглый пирог. Именно круглый считалось, что получив пирог в дар, Луна человека не трогала. Но давайте вернемся в наши дни. В ночь с 27 на 28 июля 2018 года в небе над Землей можно будет увидеть сразу два редких астрономических явления. Это противостояние Марса и кровавое лунное затмение. Мы с вами везунчики, так как эти оба явления совпали в одну ночь. Итак, около 23 часов 30 минут к московскому времени Луна и Марс настолько приблизятся к Земле и друг к другу на небосводе, что оба окрасятся в красноватый цвет. И мы с вами сможем наблюдать в эту ночь сразу две кровавые луны. Вы можете в это поверить? Такое редкое совпадение в последний раз было в 1830 году. И когда еще эти события вновь совпадут, пока неизвестно. Хотя многие считают, что мы с вами зря радуемся. Кто-то из-за кровавых лун предрекает нам тяжелые времена, кто-то даже конец света. Якобы в Библии написано, что, цитирую, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Однако, так же цитатой из Библии можно и возразить. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы, ни сын, но только Отец наш Небесный. Поэтому, быть или не быть концу света, верить всему этому или не верить, решать каждому. Однако, я думаю, поживем-увидим. На этом сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще интереснее. Пока.